Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 5 класс. Это красивая, сильная археолог, это такая профессия, женщина-археолог. Тренируется с роботами и занимается акробатикой весь день. Well, not every day. Ну, не каждый день. Let's see what she does when she is at home. Давайте посмотрим, что она делает, когда она дома. Reading, чтение. Задание третье. Look at the text. Посмотрите на вот этот вот текст. Who is Lara Croft? Кто Lara Croft? She is a beautiful, strong archaeologist. Она красивый, сильный археолог. What is the text about? О чём этот текст? The text is about Lara Croft. Текст о Ларе Крофт. Read and check. Прочитай и проверь. Study skills. Навыки обучения. Completing a text. Дополнять текст. Вставлять пропущенные слова. Read the text once to see what it is about. Прочитай текст один раз, чтобы понять, о чём он. Read it again, sentence by sentence, and complete the missing words. Прочитай его снова, предложение за предложением, и добавь пропущенные слова. The words before and after each gap will help you. Слова перед и после пропущенного помогут тебе. Read the completed text again to see if it makes sense. Прочитай заполненный текст снова, чтобы увидеть, что он имеет смысл. Fill the gaps. Дополните, заполните пропущенными словами. Вот этими. Past, после, он, goes, cup, goes ходить, cup, чашка, up, has, watches. Is, goes, goes, listen, and check. Послушай и проверь. In the morning, утром. Lara always gets up at seven o'clock and gets dressed. Лара всегда встаёт в семь часов и одевается. Then she goes jogging and works out in her gym. And all this before breakfast. Потом она идёт бегать и работает в её гимнастическом зале. И всё это до завтрака. Lara has a big breakfast at about quarter to nine. Then she sometimes goes shopping or works on her computer for a while. Лара ест большой завтрак примерно без четверти девять. Затем она иногда ходит за покупками или работает на её компьютере немного. For a while – немного. In the afternoon – днём. Lara usually eats lunch at about quarter past one. Лара обычно обедает, кушает ланч примерно в четверть после часа. То есть это четверть второго по-русски. Её отец Джон часто навещает её, и они выпивают по чашке чая и разговаривают вместе о работе. До ужина Лара обычно практикуется в кикбоксинге. Она ужинает примерно в половину после шести. Это пол седьмого по-русски. Then she relaxes. Затем она отдыхает. Она читает книгу или смотрит DVD. She never goes to bed really late because she's usually very busy the next day. Она никогда не ложится спать реально поздно, потому что она обычно очень занята на следующий день. It's not easy being an action hero. Это нелегко быть героем экшена. Четвёртое задание. Мы, получается, сделали. Задание пятое. Make notes and act out an interview with Lara Croft about her daily routine. Составь предложение и разыграй интервью с Ларой Крофт о её ежедневных действиях. So, Lara, what time do you get up? Так, Лара, в какое время вы встаёте? At seven o'clock. В семь часов. What time do you have breakfast? В какое время вы завтракаете? В какое время вы завтракаете? At a quarter to nine. At a quarter to nine. Без четверти девять. Лара, в какое время вы ходите за покупками? Лара, в какое время вы обедаете? Четверть после одного. По-русски это четверть второго. Дальше можно задать такой вопрос. Лара, what time do you usually practice kickboxing? В какое время вы практикуетесь, ну, тренируетесь в кикбоксинге? Лара вам ответит. Before dinner. Перед обедом. Лара, what time do you eat dinner? Лара, в какое время вы обедаете? Лара ответит. At about half past six. Примерно в пол седьмого. Ну, вот примерно такие вопросы мы могли бы задать. Грамма, грамматика. Adverbs of frequency. Наречие частоты. Не частоты от слова чистый, а от слова часто. А наречие, если кто случайно забыл, Это часть речи, которая отвечает на вопросы где, куда, откуда, как, когда и обозначает признак, но не признак предмета как прилагательный, а признак действия. Always, всегда, usually, обычно, often, часто, sometimes, иногда, never, никогда. Задание шестое. Look at the sentences. Посмотри на предложение. Where do we place the adverbs of frequency in a sentence? Где мы располагаем наречие частоты в предложении? I usually play football on Saturdays. Я обычно играю футбол по субботу. John is never late. Джон никогда не опаздывает. Перед глаголом они стоят. Find examples in the text. Найди примеры в тексте. То есть наречия располагаются обычно перед глаголом. Ну вот какие тут мы могли бы найти в тексте примеры. Лара всегда встает в 7 часов. Вот, get up, вставать, вот перед ним стоит наречие. Always, всегда. Вот второй пример. She sometimes goes shopping. Она иногда ходит за покупками. Тоже, видите, перед, вот глагол go, и вот перед ним стоит наречие. Вот третий пример. Джон, her father, Джон, often visits her. Ее отец Джон часто навещает ее. Видите, вот often стоит перед глаголом. Вот такие в тексте примеры. Под буквой B. Which of the activities in exercise 1 do you always, usually, often, sometimes, never do? Какие действия из упражнения первого вы всегда, обычно, часто, иногда или никогда делаете? Make sentences. Составьте предложение. Compare sentences with your partner. Сравните предложение с предложениями вашего партнера. Какие предложения мы могли бы придумать? Я обычно завтракаю утром. Я всегда умываю мое лицо и руки утром. Я часто играю на компьютере. Я иногда помогаю моей маме в кухне. Я никогда не ложусь спать поздно. Prepositions of time. Предлоги времени. Задание седьмое. Read the box. Посмотри на вот эту вот таблицу. Complete the phrases. Дополни фразы. Say what you usually do at this time. И скажи, что ты обычно делаешь в это время. То есть, at ставится, когда время. At three o'clock, в три часа. Это quarter, в четверть. Это half, в половину. Дальше. Noon. Noon – это день. В смысле полдень. Midnight – это полночь. Night – это ночь, ну или вечер. In. Пишется, когда. In the morning – утром. In the afternoon – днём. И in the evening – вечером. Вот в этих случаях пишется in. Первое ставим. At. I have lunch at three o'clock. У меня lunch в три. Второе пишем in. In the morning. I wash my face in the morning. Я умываю моё лицо утром. Третье. Midnight – полночь. Пишем at. I sleep at midnight. Я сплю в полночь. Четвертое. Noon – полдень. At. I am at school at noon. Я в школе в полдень. Пятое. In. I do my homework in the evening. Я делаю мою домашнюю работу вечером. Шестое. At. I play on computer at half past six. Я играю на компьютере в половину после шести. А это пол седьмого. Writing. A paragraph describing a daily routine. Короткий рассказ, описывающий ежедневные действия. Задание восьмое. Portfolio. Imagine you are a famous action hero. Представьте себе, что вы знаменитый герой экшена. Write your daily routine. Напишите свои ежедневные действия. My name is Spider-Man. And I have a very busy life. Меня зовут Spider-Man. И у меня очень оживленная жизнь. I get up at... Ну, пишите это сами. Потому что не представляю себе, каким можно себя представить героем экшена. И я думаю, что вы знаменитый герой экшена. И я думаю, что вы знаменитый герой экшена. И я думаю, что вы знаменитый герой экшена. Продолжение следует...